Украинец Максим Панченко уже несколько лет живет в Англии. На заводе, где работает мужчина, поддержали идею, как помочь во время войны его соотечественникам. Из остатков металла делают подсолнухи и продают их. На вырученные средства уже приобрели машину скорой помощи. Подробнее расскажут наши журналисты. Это Максим Панченко, родом из Донецкой области. Несколько последних лет он работает на металлообрабатывающем заводе в глубинке Англии. Здесь производят самые разные аксессуары для домов и крыш. Но полтора месяца назад в компьютер внесли совсем необычный для предприятия проект. Теперь тут сотнями вырезают цветы подсолнуха. Компания сказала, что я могу пользоваться всем необходимым. Я остаюсь после работы и 2-3 часа каждый день делаю. И в выходные еще 4-5 часов. На изготовление одного подсолнуха Максим тратит полчаса. Сначала из металлической пластины вырезает необходимые детали. Далее зачистка и ручная резьба узора. Всю подготовительную работу Максим выполняет сам. А на последних этапах ему помогают коллеги. Раскрашивает цветы Джейми. Он же отправляет их сушиться. А последний штрих добавляет Шерон. Каждый-каждый цветочек проходит через мои руки. Это правда. Я продолжаю их рисовать даже во сне. На самом деле Шерон, администратор, но тоже вызвалась помогать. Не только с покраской сердцевины, но и с продажей подсолнухов. Я беру охапку цветов 10-15 и иду по магазинам. Предлагаю на реализацию. Также мы продаем их через Фейсбук и наш веб-сайт. А еще люди могут прийти и купить их прямо на зарплате. Чтобы продать как можно больше этих цветов. Просто приятно хотя бы чем-то помочь. Это такая мелочь по сравнению с тем, что нужно Украине. Но отрадно знать, что мы можем что-то сделать для поддержки. Максим говорит, на цветы идут остатки сырья, которые иначе отправились бы на металлолом. Однако производство подсолнухов довольно затратное в плане потребления электроэнергии. Это и сварочные работы, и использование огромной печи. Но завод закрывает глаза на расходы и не получает никакой прибыли с продажи цветов. 100% выручки направляют на помощь Украине. Мы здесь как большая семья. Я сделаю все возможное для каждого из них. И также они делают все возможное для коллег. Мы команда, и все с радостью поддержали эту инициативу. Вкладывают свои силы и время. Это самое малое, что мы можем сделать и что можем как-то помочь. Ведь я даже не могу представить, через что проходят люди в Украине. Такое не имеет права происходить. На самом деле война в Украине коснулась этого завода не только из-за Максима, но и в плане импорта. Большинство металла сюда поступало именно от украинских производителей. Поэтому срочно пришлось искать новых поставщиков. А в целом на предприятии даже не надеялись, что эта благотворительная акция перерастет в масштабный длительный проект. Планировали только собрать денег на закупку еды и медикаментов для нуждающихся в Украине. Мы начали сотни. Мы думали, это наша цель. Мы их продадим и все. А они разлетелись. Поэтому мы сделали еще сто. И продолжаем делать. Ведь люди их покупают. И будем продолжать так долго, сколько это будет нужно Максиму. Мы теперь хотим делать и больший дизайн. Чем сможем, тем поможем. В результате продаж этих подсолнухов уже собрали около 5000 фунтов. Это почти 200 тысяч гривен. На что их потратить поручили решать Максиму. Он закупил несколько сотен турникетов для остановки кровотечения. Затем поставил себе цель собрать на машину скорой помощи и достиг ее. Очень много травмированных, постоянные обстрелы. И я принял такое решение, что скорая лучше всего поможет на данный момент. Собрать такие большие средства мне самому очень тяжело. Чтобы купить эту машину мне надо, не знаю, больше года. А так у меня есть шанс очень быстро насобирать эти деньги. И я могу помочь. Мы купили сегодня одну, но не будем останавливаться. Может, еще одну купим. Потому что мы за полтора месяца купили машину. Благодаря поддержке коллег Максим сможет и дальше продолжать благотворительный сбор. А продажу сине-желтых подсолнухов теперь расширят. Я не живу в Украине, но Украина живет во мне. Мы видим, что происходит в Украине. Надо помогать. Нельзя оставлять. А вот результат измерительной работы. Весь коллектив выходит полюбоваться скорой, который отправится помогать людям в Украине. Теперь эту машину загрузят гуманитарной помощью и передадут волонтерам.